Добрый день. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Прежде чем начать с вами разговор, напомню нашим зрителям, что абсолютно любую тему, абсолютно любой вопрос вы можете присылать на наш почтовый адрес. Внизу экрана вы его сейчас видите. И любую эту тему мы поднимем в эфире телеканала «Вдом» и «ЮАйТВ». Валерий, давайте с первого вопроса, с более обобщенного. Мы опять в очередной раз услышали призыв, в рамках призыва, дипломатичный призыв. Скажите, пожалуйста, послушается ли Кремль и что мы увидим вообще на практике, ваше мнение? Ну, однозначно нет. То есть, если говорить, куда эти декларации идут, они идут в воздух. С другой стороны, хорошо, что эти декларации есть. То есть, здесь удовольственный момент. То есть, для Украины очень важно само понимание. То, что союзники J7, они видят мир таким, как они его видят. И где Россия не является, условно говоря, посредником, как было заявлено в декларации, в вопросах агрессии в Украине, а является стороной агрессором как раз. То есть, что касается самого Китая, ну, я думаю, он услышал, услышал в Китае, также в эксплуатации там говорили про надпшение прав человека в Китае. То есть, в целом, мы видим информирование вот такого биполярного, условно говоря, но только не два актора, да, а два союза. То есть, Китай, Россия, условно говоря, и страны либерально-демократического Запада, J7, с другой стороны. То есть, сформирование такого мирового порядка дня, и я думаю, что для Украины очевидно, где мы должны быть. Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. А после этого заявления, таким образом, именно это заявление, это обращение к Российской Федерации снизить напряжение во временно оккупированном Крыму и на неподконтрольной украинской части Донбасса, может ли это заявление быть такой себе декларацией, задекларированная четкая позиция Большой Семерки? Ну, не стоит проходить еще мимо одного события, которое тоже было в это же время, во время подписания декларации J7, было подписано обновленная Атлантическая Хартия, да, и вот многие говорят, что это инкарнация Хартии 41-го года, когда была антикитировская коалиция, вот теперь будет антипутинская коалиция. И, конечно, для нас это очень ценно, если мы говорим про общий контекст, понимание природы гибридных угрозов, гибридной войны, ну, в частности, это очень ценно для наших союзников во Франции и Германии, которые являются сторонами нормандского формата, и где Россия очень активно ведет контрпропаганду и пытается убедить всех, что существует альтернативная реальность. Вот для нас эта декларация, она важна именно с точки зрения того, что никто не верит в эту альтернативную реальность, которую строит Путин, где есть какая-то нацистская Украина, как он пытается всех уверить, которая миропорядок подрывает в этом регионе. То есть мы совершенно точно видим, что эти фейки, они невалидны для стран Запада. Хорошо, давайте тогда еще общее пойдем. Кроме кейса по поводу Украины, какой еще основной месседж вы для себя выделили для всего мира после, опять же, этой встречи Большой Семерки? Не, ну, очевидна тема ковида и борьбы с ковидом, и что не должно быть национальных суверенитетов с точки зрения борьбы с вирусом, и не только с этим вирусом, который сейчас, но и с вирусами, которые будут появляться в будущем. Очевидно, что Китай и Россия, то есть они используют эту агрессивную дипломатию вакцин. Вспомним про спутники, вспомним про китайские вакцины, там Синовак, которые делали в той же самой лаборатории, откуда произошел вирус в Ухане, который, между прочим, активно использует Украину эту вакцину. То есть мы должны понимать, что глобальный ответ, глобальный иммунитет возможен только в Америке вообще. Тема вакцинации, она очень важна. Еще одна тема, про которую нельзя не говорить, это зеленое соглашение и вообще климатические изменения. И это там, где Россия пытается сейчас заигрывать с Америкой, там, где они могут что-то предложить взамен, то есть в виде общей тренд. Однако мы должны понимать, что это стратегическая игра против России, что Россия занимается поставками плеводородов, ну и, соответственно, если уменьшают количество выбросов в атмосферу, то есть зеленая энергетика, солнце, воздух, то есть откуда энергия берется, то есть это против России в долгосрочной перспективе играет. То есть эти два тезиса, то есть COVID, зеленая тема, она бы были основными. И еще один вопрос касательно Северного потока-2. Также он поднимался в рамках встречи Большой Семерки. Ждать ли нам прекращения строительства, по вашему мнению, или же все же все дойдет до 100% полного строительства этого потока? По всей видимости, он будет достроен, и тут не нужно иметь иллюзий. Нужно просто понимать, что будет дальше и в каком объеме будет он использован. Если он будет использоваться на 5-10% условно говоря своей мощности, и та нефть, которая добывается, или тот газ, который, нефть мы говорим по Ямалу, газ по Северному потоку, который добывается в Арктике, то есть мы будем поднимать цену, поднимая вопросы экологии, и в частности цена разрушения этой экологии в Арктике, то есть что делает Российская Федерация сейчас, делать какие-то штрафные санкции за использование этого всего, таким образом, чтобы добыча газа, нефти в Российской Арктике была нерентабельна. Мы таким образом будем бить по экономике России, по ее экспорту, и таким образом компенсировать, наверное, то, что все-таки будет достроен этот поток, и нашу пустую газотранспортную систему. Надо подумать стратегически, чем ее заполнять. Для этого есть США, есть ЛНЖ, есть планы польского интерконнектора, суда. То есть мы просто должны сразу думать над тем, что будет дальше, над тем, как Россия будет использовать. Мы понимаем, что это не экономика, это геостратегия. То есть им нужен доцерный поток для того, чтобы здесь превратить Украину в поле, в битвы, в серую зону. То есть понимать, что нам нужно усиливать свои потенциалы не только энергетические, но и военные. Потому что, скорее всего, ответы будут очень асимметричными с точки зрения вызовов, которые Россия ставит до стройки этого потока. И вот последний вопрос, если можно коротко. Сегодняшнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина выступает против Северного потока-2. И единственным условием его запуска – это деэскалация конфликта и непосредственно уход с временно оккупированных территорий. Будет ли реакция на это Европейского Союза, наших партнеров США, или это все останется как раз в рамках заявления? Мы ставим такие компенсаторские модели, которые изначально Россия будет отбрасывать. То есть эта декларация нужна, она жесткая, но она нереалистичная. Мы понимаем, что для России это две стороны одной медали. И конфликт на Донбассе, и аннексия Крыма незаконная, и то, что она делает в Европе, подрывая либеральный демократический порядок, ну и Северный поток-2. То есть Россия не будет на это никогда залашаться, конечно. То есть это не те переговорные позиции, на которые она может... Спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру о общем заявлении Большой Семерки в рамках кейса Украины. Говорили с Валерием Кравченко, экспертом по международным вопросам. Хотите получать больше информации? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, ютуб и фейсбук, там много интересного и полезного контента для вас. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok